Начало войны труженица тыла 97-летняя Вера Александровна Меркулова встретила выпускницей Спасской средней школы. Тот роковой день она помнит практически поминутно, потому что именно он стал отправной, трагической и тяжелой точкой в ее жизни, как и для всего советского народа. Мама в это время была выходная, воскресенье было. Нужно было постигать белье, у нас не было мыла. Она меня послала в магазин, там все полки были пустые, ничего не было. Теперь начались воздушные тревоги. Сейчас мастеровка обязательно. Эти воздушные тревоги очень были неприятны. Как и любая другая на ее месте, Вера отправилась с подружкой в военкомат. Добровольцами. В 17 лет. Обман быстро раскрыли и их просто отправили учиться в Рязанский пединститут. Затем возвращение домой в Спаски долгие ночные смены в местном госпитале. Перевязочных материалов не доставало, поэтому, как вспоминает труженица тыла, их просто стирали. Мы утром ходили, ухаживали за больными, стирали эти бинты. Я помню, в первой школе у нас была практика такая, воды не было. Внизу на первом массаже привозили искатки. Привозили воду, мы брали ее искатки, стирали бинты. Потом их кто как, кто брал домой сушить, кто сам сушили, у чугов гладили. Уход за больными и ранеными стал основной ее работой. Окончание войны она встретила в Москве. Студенткой столичного мединститута. Вера Александровна вспоминает, какое было ликование на улицах, людям в военной форме просто не давали пройти. Их брали на руки и качали. Ей же самой в душу врезался момент массового выбрасывания советскими солдатами штандартов дивизии вермахта. Несли, тащили знамена победенных. Вот целые кучи, их так небрежно. Перед парадом победы, он же был не 9 мая, первый парад. Первый парад был, наверное, в июне месяце. Уже потом регулярно стали 9 мая парады. И вот эти знамена тащили. Примерно их у спасших ворот там бросили. Я была на первом параде. Институт не ходил. Все медали труженицы тыла юбилейные, но вряд ли только лишь металлом можно оценить ее вклад в великую победу. Спасенные жизни никто не считал, да и кто их считает у медсестер. Вера Александровна Меркулова великую отечественную и сегодня пропускает через себя. Память регулярно возвращает слезы на щеки этой сильной и волевой женщины. Потому что война не пощадила многих ее родственников и друзей. Никто не забыт и ничто не забыто. Этим советским лозунгом она живет до сих пор. В 97 лет. Редактор субтитров А.Семкин